В микрорайоне «Птицефабрика» провели очередную встречу с жителями. Ливерчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и сотрудникам правоохранительных органов. С какими проблемами обращались жители, расскажем в сюжете. Качество оказания медицинской помощи, благоустройство дворовых территорий, переселение из ветхого жилья. Эти и другие проблемы обсуждались на встрече. Сергей Овчинников от жителей 50-го дома по Советской улице обратился с вопросом благоустройства территории Коросковского карьера и капитального ремонта крыши дома. Ответы получил на месте. Все вопросы, которые я принес сюда, я получил на них ответы. У нас в воскресенье собирается собрание жильцов дома, и я им доложу о том, что управляющая компания «Теплолюб» объяснила ситуацию с заменой нашей кровли. Андрей Архипычев – многодетный отец. Недавно семья переехала из поселка Томилино, чтобы добраться до детского сада и 18-й гимназии, в которой ходят его дети, на транспорте теперь приходится ехать не менее получаса. Мы сейчас переехали в Жилино-один и вынуждены пока в гимназию ездить, в 18-ю, пока нам не построят школу. Я обращался с вопросом к Эдуарду Владимировичу Малышеву, в этом году уже закладывают школу, очень прекрасная вещь. Ну и, соответственно, детсад. Без этих социальных поддержек, без воздуха нам, родителям. Уже в конце года в микрорайоне «Птицефабрика» приступят к возведению пристройки на 550 мест к третьему корпусу школы номер 8 и детского сада на 420 мест. Оба образовательных учреждения планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году. Также на встрече рассмотрели вопросы ремонта дорог, строительства ливневой канализации и вывоз мусора. Все обращения зафиксированы и приняты в работу.